В железнодорожном районе у остановки «Рынок» нетрезвая горожанка без справ устроила автогонки с водителем попутной иномарки и разбила две чужие машины. Случайными жертвами пьяной хабарачанки стали водители двух попутных транспортных средств – «Таэта Виста Ордео» и «Ниссана Блюберт Силфи». Виновница ДТП за рулем «Хонды Прилют» двигалась в сторону южного микрорайона. Столкновение произошло, когда водители, ехавших впереди иномарок, остановились на запрещающий сигнал светофора. Первым под удар попал «Универсал», который, в свою очередь, толкнул и «Ниссан». Стояли на светофоре на красном, загорается зеленый сигнал, начинаем движение, удар, соответственно, в машину, что было слева, задняя часть отбросила в меня и повредила левую сторону. После аварии девушка и ее попутчик продолжили застолье прямо на месте ДТП. Такая картина других участников аварии слегка шокировала. Своё поведение молодая особа объяснила тем, что испытала сильный стресс. Врачи скорой помощи не смогли убедить пострадавшую виновницу аварии проехать в стационар. Девушка хоть и жаловалась на боль в руке, но больничной палате предпочла уютную лавочку на остановке, алкоголь и компанию знакомого. У меня рука повреждена и у меня был очень-очень большой шок. Я думала, что кто-то умер. А в больницу они прибывают? Мне сейчас легче стало. Да, они меня навязывали в больницу, но смысл в том, что я вернусь потом на такси сама и сюда все равно. Причину ДТП горожанка объяснила просто. Решила посостязаться с другим водителем. Тот успел обойти стоящей впереди машины по встречной полосе, а она нет. Мы с одной машиной заигрались и начали гоняться. Он меня пытался подрезать несколько раз с проспекта и так пошло. У вас водительское обестреление есть? Нет. То есть вы никогда в автошколе не учились, да? А как же вы за руль сеете? Вот просто открываешь дверь, садишься и как-то едешь. Ныне разбитая «Хонда-прилют» девушке не принадлежит. Она говорила, что машину взяла без ведома автовладельца. При этом нарушительница была уверена, что заявление об угоне на нее не напишут. Причиненный в ДТП ущерб ей придется возмещать из своего кармана. С места происшествия Юлия Рябцева, Мария Дедова и Андрей Алферов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова